Важная информация! 16 февраля 2019 года, Санкт-Петербург, Ледово-Арену Купчино, двухчасовой мастер-класс Хоккей Стига и его команды. Анкета на участие в описании под видео. Привет, ребята! С вами Хоккей Стиг. В этом видео мы поговорим про катание. В частности, про то, как стартануть с места. Подписывайтесь на канал. Приятного просмотра. Начинаем! Итак, у нас есть два основных способа начать движение на коньках. Первый, самый простой. Я вот сейчас стою на лесовой линии и меня назад в прошлое отмотало, как будто я сдаю норматив 36 метров лицом вперед. Ладно, к делу. Первый способ, самый простой. В хоккейной стойке вы вставите ноги чуть пошире и сразу отталкиваете себя с рабочей ноги. В моем случае это правая. То есть, корпус вы немного развернули. На правую ногу я вес тела перенес. И как только я услышал сигнал или наступил момент вам набрать скорость, вы отталкиваетесь, начинаете с 3-4 коротких ударных шага. Сейчас мы об этом с вами поговорим. Здесь механика, она не самая сложная. Сразу расскажу про ошибки. Опять же, на моем канале я об этом много говорил. Про широкий скользящий шаг и то, как вы должны ногой отталкиваться. Напомню. У вас движение идет назад в сторону по диагонали. То есть, вы отталкиваете себя внутренней гранью вашего конька. Неправильно развернусь к вам боком. Это когда у вас движение идет пяткой назад. То есть, пятки под вас как будто выскальзывают. Вы же не фигуристы, поэтому отталкивайтесь правильно. По набору скорости. Как я говорил, первые 3-4-5 шагов, они у вас ударные. Их даже можно назвать рубящими. Не с такой большой амплитудой выполняются, но опять же, должны быть сделаны достаточно быстро. Раз, два, три. Ну, когда я буду показывать все это в динамике, вы увидите. И когда вы уже набрали и проехали около 5 метров, вы уже переходите на хороший широкий скользящий шаг. Но ногами перебирайте по-прежнему быстро. Некоторые, чтобы отработать первые ударные шаги, используют такое упражнение, как положить 3-4-5, либо палочки, у меня это конкретно клюшки, и протопать, в хорошем смысле этого слова, а потом уже переходить на широкий скользящий шаг. То есть, вы стартанули. Раз, два, три. И уже ушли на широкий шаг. Но я, честно, это особо не применяю. Это вам для разнообразности. Может быть, тебе это поможет. С вариантом, я думаю, у вас проблем не возникнет. Главное, чтобы вы пятками не сверкали. А мы двигаемся к варианту номер два, который более приближен к игровым действиям. Так называемый старт-стоп. Когда вы по игровой ситуации двигаетесь в какой-то участок площадки, но ситуация поменялась, вам надо резко остановиться, или, как говорит мой друг, дать в тиски, сделать скрестный шаг и уйти в противоположную сторону. По технике торможения и скрестного шага в подробной технике я оставлю ссылки в описании под этим видео. Так вот, сейчас общими мазками по ошибкам. Остановившись, вы делаете шаг. Я напоминаю, что шаг вы должны сделать с носка на пятку, чтобы он был мягкий, плавный, без шума и без пыли. Сделав шаг, вы на эту ногу сели. Вам надо оттолкнуться. Обратите внимание, сейчас мои плечи смотрят на вас, но поеду я вправо от себя в сторону. отталкиваясь плечами, сразу вы разворачиваете себя по ходу движения. И уже все те же два, три, четыре ударных шага, переходящие в широкий скользящий шаг. Поэтому здесь главное при торможении, когда вы остановились, не уйти плечами вперед, поставить правильно ногу, не бросить ее с пятки. Иначе, если вы еще и плечами ушли, вы обречены на поражение. И дальше уже просто развернуть свой корпус по ходу движения. И, кстати, когда вы отрабатываете эти элементы, не забывайте, что вы должны тормозить и на левый конек, и на правый. Часто можно встретить однобокую работу. У меня хорошо получается правой ногой, и везде торможу я только правой. Одно подводящее упражнение для первого варианта, так как главная опасность, то, что у вас пятки будут блестеть и выскакивать из-под вас. Это всем хорошо знакомый самокат. Я перенес весь тело на левый конек, правый конек я развернул, и как следует, что есть у вас силы и желания, оттолкнули. При этом вытягивайте ногу полностью и тяните носок. То есть разжимайте пружину, насколько это возможно. Сели, вытолкнули, прокатили. Ногу подтянули, можете ногу поменять. Хорошее, простое упражнение, которое отрабатывает отталкивание на коньках. И для второго варианта все тот же самокат, но уже через крестный шаг. Опять же, ваша задача просто почувствовать постановку ноги и отталкивание. Шаг, на ногу сели, оттолкнули, плечи развернули, прокатили. Конечно, полностью выпрямляя ногу. Еще раз, с другой ноги. Шаг, вытолкнули, прокат, подтянули. Сразу оговорюсь, что в игре так показательно, конечно, вы ногу не вытяните. Там еще должен быть взрыв, но об этом мы с вами поговорим чуть ближе к лету, как эту взрывную силу развить. А пока что отрабатывайте технику. Все, я надеюсь, это видео тебе понравилось. Ребят, кататься нужно, и пока сейчас на дворе у нас зима, и во многих местах, я уверен, работают открытые катки, прокачивайте свой скилл по катанию. Я благодарю Ледовую арену Купчино за предоставленную возможность для проведения съемок. Подписывайся на канал, присоединяйся в мой инстаграм. Хоккей в сердце!